В начале 18 века во Франции складывается новый стиль рококо. В буквальном переводе с французского языка слово рококо означает раковина. Название раскрывает самую характерную его черту, пристрастие к сложным, изысканным формам, причудливым линиям, напоминающим прихотливый силуэт морской раковины. Искусство рококо обращено к миру человеческих чувств, неуловимых тонких оттенков настроений. Его негласный девиз таков – действительность со своей утомительностью не способна сделать человека счастливым, поэтому необходимо каждый день проживать так, как будто бы это большой праздник. Этот стиль возник в последние годы правления короля Людовика XIV, но в отличие от всех предшествующих ему стилей французской архитектуры он не был придворным искусством. Большинство построек рококо – это частные дома французской аристократии, богатые городские особняки. Во Франции их называли отелями. Рассмотрим это на примере отеля Субиз. Он был построен для принца де Субиза по проекту Пьера Алексиса де Ламера. Отель выполнен в классическом стиле рококо. Для него и для всех таковых построек характерно. Высокая ограда, которая отделяет особняк от города, скрывая жизнь владельцев дома. Комнаты имеют кривленейные очертания. Они не располагаются анфиладой, как было принято в особняках XVII века, а образуют очень изящный асимметричный композиционный центр. В центре обычно помещается парадный зал, так называемый салон. Комнаты гораздо меньше, чем залы дворцов эпохи классицизма и с более низкими потолками. Окна в этих особняках делали очень большими, почти от пола. Позднее такие окна получили название французские. Интерьеры построек рококо были оформлены скульптурными и резными украшениями, живописью на фантастические темы и множеством зеркал. Эстетика живописи рококо – это эстетика нюансов и намеков. В ней очень важно игровое начало, полуоборот, легкий жест, чуть заметное мимическое движение. Живописец ведет с моделью и зрителем игру, взаимопонимание в которой поддерживается языком намеков. В живописи рококо преобладает такое понятие, как галантные сцены. Один из самых ярких художников этого периода – Антуан Вато. Сюжеты Вато – это прекрасные спектакли, перенесенные в реальную жизнь. Давайте рассмотрим внимательно картину «Затруднительное предложение». Итак, юный кавалер пригласил девушку на свидание. Она еще очень молода. На встречу пришла с подругами, которых взяла для храбрости и уверенности. Она знает, что с кавалером принято флиртовать, но опыта в этом у нее нет. А юноша переживает, что красавица не подаст ему руку, он напряжен и растерян. Но его поза точно копирует позу истинного лавелласа. И от этого видно его напряжение и неловкость. Естественно, пройдет минута, и красавица подаст руку. И подруги будут шептаться и завидовать. Но в данный момент Вато демонстрирует зрителю легкий флирт молодых людей и позволяет насладиться пикантностью ситуации. С развитием стиля рококо во французской живописи связано и творчество Франсуа Буше. Тонкие изысканные формы, лирический нежный колорит, очаровательная грациозность, даже жеманность движений. Миловидные лица и мягкие улыбки персонажей в его работах порой напоминают галантные сцены Антуана Вато. Давайте обратим внимание на его картину «Купание Дианы». Но у Буше исчезает ощущение неустойчивости, изменчивости ситуации, которая составляла смысл произведений в Ато. Художника больше интересуют не сами персонажи, а гармоничное сочетание человеческих фигур, пейзажей и натюрморта. Художником редкого таланта считается Жан-Анаре Фрагонар. Главным достоинством техники его живописи были свет и воздух, а главным достоинством живописной философии – умение передать флирт и зарождающиеся чувства между мужчиной и женщиной. В картине «Качели» фигуры дамы и кавалеров показаны в сложных ракурсах. Их движения переданы удивительно точно. Богатый оттенками колорит, построенный на бледно-голубых и розовых тонах, условно написанный пейзаж, больше похожий на декорацию, превращают незатейливую сценку в очаровательное видение. Для скульптуры эпохи Рококо характерны грациозность поз, тонкий лиризм, необычная асимметричность композиций. Выдающимся скульптором этой эпохи был Жан-Батист Лемуан-младший. Он выполнил украшения для отеля Субис в Париже. Одним из самых знаменитых учеников Лемуана является прекрасный скульптор Этьен Морис Фалькане. Он виртуозно владел техникой вояния, отличался блестящей эрудицией, прекрасно знал античную скульптуру, древние языки и литературу. Его маленькие композиции в стиле Рококо на античные сюжеты – грозящий амур, пигмалионы Галатея, Аполлон и Дафна – тонко передают оттенки настроения, а фарфор словно обработан ювелиром. Большое значение для искусства Рококо имеет также ДПИ – декоративно-прикладное искусство. Самые яркие и причудливые по своей форме платья, прически и украшения рождаются именно в это время. Даже в названиях цвета ткани чувствуется изыск, легкая ирония и флирт. Например, холодный зелено-серый цвет имел название «цвет живота, только что подстригшейся монахини». Холодный оттенок телесного цвета с легким налеком фиолета назывался «цвет бедра испуганной нимфы». А теперь давайте перенесемся в Англию. Весь XVIII век в Англии связан с правлением королей Георгов, поэтому в науке существует относительно архитектуры этого времени термин – георгианский стиль. На смену регулярным французским паркам приходят парки английские, ландшафтные. Откликаясь на стиль рококо в первой половине XVIII века, англичане создают свой собственный вариант. Он особенно ярко проявился в прикладном искусстве, где замысловато переплетаются черты рококо, востока и готики. Расцвет национальной школы живописи в Англии начинается с Уильяма Хогарта и Рейнольдса. Искусство XVIII века завершается грандиозной эпопеей – творчеством великого испанца Франциско Гойи. Оно слито с испанской живописной традицией, жизнью нации, но вместе с тем в творчестве Гойи все обращено к человечеству и истории. Все живет в атмосфере всемирной трагедии и общечеловеческой радости. На самом рубеже XIX века Гойя создает серию афортов капричес, где он беспристрастной рукой открывает миру те бездны, в которые не рисковали заглянуть, которые звучали под текстом культуры XVIII века, от которых говорили только шепотом. Но этот цикл был и прощанием с XVIII столетиям. Творчеством Гойя, как и живописью Давида, открывается история искусства XIX и XX века.